Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 10 февраля, день Ефрема Сирина, день назван в честь преподобного отца Ефрема Сирина. Он родился от христианских родителей. В юных годах святой Ефрем отрекся от мира и ушел в пустыню, получил от Бога дар при мудрости. Речь его была подобна сладкой реке, наполнявшая умилением души всех, слушавших его поучения. И это неспроста. Когда он был еще ребенком, родители видели сон. Виноградная лоза взошла на языке мальчика. Она наполнила ветвями и гроздьями всю Поднебесную. В зрелом возрасте со святым Ефремом произошел другой удивительный случай. Когда он занимался пустынное жительство, то пережил великое умиление и сердечное сокрушение. То есть это называется пережил состояние просветления. И в это же время один из богоносных отцов видел во сне светлого, сиявшего подобного ангела мужа. Он держал в руке исписанный свиток и спрашивал, кто может принять и сохранить этот свиток. Голос свыше отвечал ему, никто другой, кроме Ефрема, угодника моего. Перед этим мужем стоял Ефрем. Ефрем открыл свои уста, а муж вложил ему в рот свиток. Преподобный Ефрем съел этот свиток. После этого он начал говорить и писать на задательные речи, приводившие в умиление каждого, слушавшего или читавшего их. Они возбуждали страх Господень и наставляли на путь покаяния. В народе этот день называли Ефрем Ветродуй. Также называли и прибаутником в честь домового. Считалось, что он любит пошутить. При этом шутки бывают не всегда добрые. И тем не менее, народ сегодня отмечал день домового. Чтобы задобрить домового на весь год, его угощали теплой кашей, пирогами, сладкими булочками. После ужина продукты оставляли у печи в ожидании, что ночью домовый придет и отведает угощение. Существовало поверье, что в этот день нельзя убивать в доме никаких насекомых, чтобы домовой не обиделся. Этот день также называли кудесами, так как верили, что сегодня происходит много чудес. И опять-таки это связано с домовым. Сегодня запрещало скандалить, ругаться, сквернословить. Приметы. Если на Ефрема рыба хорошо клюет, воздух над лесом густой, год будет дождливым. Миндальные овешки. А взяли мы их с рынка. То есть они как бы грязноватые. С рынка взяли, грязноватые. Вот отлично. Значит, что мы с вами делаем? Мы должны вот эту шкурку снять. Но чтобы ее снять, потому что она нам здесь не нужна. А почему? Ну, она содержит такие вещества, которые защищают орешек. И ее защищать очень трудно. Поэтому для того, чтобы ее защищать, мы можем, знаете, что сделать? Просто-напросто ее замочить в кипятке примерно минут на 5. Замачиваем. И минут 5. Хорошо. А я давайте тогда буду натирать, я так понимаю, яблоки, чтобы сделать первый вариант завтрака по бэннеру. Возьму вот такую чашку. На терку. Крупную. Черечку можно использовать действительно крупную. А вы про шкурку говорили. Я вспомнила, кто-то мне подсказал. Имя забыла, но спасибо тебе, добрый человек. Вот так вот через годы вернулась. В лагере, где-нибудь на природе. Ну, как-то вот без зубной щетки, если. Ешьте яблоко, но со шкуркой. И тщательно пережумывая, вы как-то чистите зубы. И очистить зубы. И более того, так как здесь содержатся фитонциды и прочие такие полезные вещества, у нас обезгараживается полосы. Так, смотрите, подержали 5 минут орешки. Теперь мы это все сливаем. Вот так вот сливаем, 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 сливаем. А, осторожненько. Опа, слили. И что получается? Они начинают чиститься очень хорошо. Смотрите-ка, что я делаю. Раз. Да. Видите? Она как из одежды вылезла. Вот это и надо. Вот она у нас получается. Поэтому мы с вами очищаем миндальные орешки. Легко и просто. А повара Беннера тоже так делали? Я думаю, что так же делали. А где же вы нашли эту книгу с печатью царской библиотеки? Трудно сказать. Попало как-то, да? Я был знаком с Черкасовым Владимиром Георгиевичем. Это писатель. Он в свое время воевал. Мой земляк. Жил там в шахтах. Потом переехал, естественно. Мы тысячи под Москвой жили. И вот он собрал большую библиотеку. Эту библиотеку собрал. И я ей любезно воспользовался. И вот когда все эти ксерокопии я смотрел, там были как раз вот эти вот печати из царской библиотеки. То есть книга была ксерокопирована. И вот меня сразу удивило. Вот кто читал. Ну просто там. Так это у нас получается царские завтраки. Да. И кстати, у Бюрхер Беннера в санаториях лечились только очень знатные особы и богатые. Швейцария, да. Понятно. На воды, в горы, к Беннеру. И питание. Кстати, и сейчас там очень много различных санаториев, которые лечат с помощью питания. С помощью питания и других естественных процедур. Я в таком санатории пожила бы. Мне вообще очень нравятся блюда, которые вы в целебной кулинарии готовите. Только иногда мне вот лень их делать себе. Ну как лень, ну вот сейчас... Не, ну вот сейчас в разговоре. Как-то хорошо. А вот я вот... Так как мы используем блендер, это всё можно было измельчить очень быстро в блендере. Тогда это превратилось бы как бы в напиток такой густой. А мне захотелось увидеть прям завтрак-завтрак. Ну вот завтрак-завтрак. Да, как пилите, Шурочка, пилите. Ничего-ничего. Дело в том, что как раз, когда идёт процесс приготовления пищи, человек тратит энергию, аппетит возбуждается, и блюдо, которое мы приготовим с любовью к себе, съедим с большим удовольствием и аппетитом. Вот видите, как я всё это быстренько получу. Так вообще надо без кожурки есть, даже когда вот дома ешь? Желательно без кожурки, потому что всё это лежит, где-то там хранится. На поверхности различные грибки, бактерии. И когда мы с вами всё это употребляем, естественно, могут быть такие расстройства, вплоть до отравлений. Поэтому желательно не скушать. Обдали кипятком, сняли вот это вот. Кожурум и всё. Ну что, у нас первый завтрак готов или нет ещё? Готов. И мы сейчас будем измельчать. А, давайте. Чтоб у нас измельчённые были. Вот. Смотрите, вот у нас всё-таки орешков было больше. Для того, чтобы, как бы сказать, их протолкнуть, мы с вами можем, знаете, что сделать? Вот, Танюша начала делать морковочку. Ну, морковку там мы с вами тоже можем перекрутить. И мотор отмельца. Класс. Усовершенствовали метод. Ну, действительно. Царская печать царской печатью, а современные приборы домашней бытовой кухни никто не отменял. И смотри, что у нас получилось. Ты измельчила вручную, я это измельчил с помощью современной техники. У нас здесь уже фаршик, который содержит морковку. И... Тогда чернослив измельчите. Конечно, и чернослив можно измельчить. Здесь нету... Или его порезать лучше как? Нет, если здесь нету никаких... Косточек? Нет, нет, косточек нету. Лишний раз мы еще проверим. Нет ли здесь косточек. Давайте. И если их нет, у нас получится великолепная паста. А вам кажется, вот такого объема одного яблока для рецептуры достаточно, да? Можно использовать от одного до трех яблок, не более. И потом, смотрите, горсточку миндаля мы с вами использовали, одну морковочку, вот, немножечко о лимончиках, кто любит. Геннадий Петрович, это два рецепта. Первый очень... Только яблоко и мед. А вот это все великолепие. Чернослив, морковь, миндаль, сгущенка. Это уже второй рецепт. Хорошо, да, так она и идет у нас. Хорошо. 17-й лунные сутки. Энергетика этих лунных суток способствует плодородию, произрастанию, накоплению, и поэтому ее связывают с женской энергией. Что касается энергетики организма, то сегодня активны почки и поясничная область. Сегодня можно пить почечный чай и промывающие, и укрепляющие почки. Так как день предрасполагает ко всему хорошему, что имеется в нашей жизни, то рекомендуется накрыть красивый, вкусный стол и повеселиться. Из вин рекомендуется пить когор, который считается символом познания вечности. Что касается физической активности, то она должна быть большой и выполнена в виде танцевальных движений. Но это лучше всего. Наиболее подходят восточные танцы. 18-й лунные сутки. После предыдущего мощного дня эти лунные сутки несут спад. Энергии в теле мало, и это располагает к пассивности и подражанию. Замечено, что наш внутренний мир проявляется через отношение к миру внешнему. И если мы испытываем зависть, огорчение и другие негативные эмоции, виноваты в этом мы сами, а не окружающие. Осознание этого отражения – прекрасный повод для работы над собой. Энергия сейчас располагается в области половых желез, ворчевого пузыря и прямой кишки. Это удачное время для выполнения очевидных клизм, особенно если имеется высыпание на коже. Что касается питания, то сегодня воздержитесь от соленой пищи. Двигательная активность нормальная.